Бегу-бегу-бегу! Здравствуйте, друзья! Сегодня я надену такую одежду. Я влюбилась в это платье и уже начинаю бить себя по рукам. Мне тянется рука одеть это платье. Видите, я оделась в таких спокойных тонах, благородных, серых, сероволокный цвет. Вот бадфорты. Смотрите, женщинам постарше тоже, я считаю, можно носить бадфорты. Главное, чтобы они заходили под юбку, под платье и не было видно, где они там заканчиваются. Это не будет выглядеть бульгардно. Я считаю, что это и плохо выглядит, и тепло, и хорошо, и не режет ногу. Потому что если заканчивается где-то здесь сапог, то нога отрезается, и человек кажется немножко меньше, ну, в общем, приземляет нога, если сильно порезана нога где-то внизу, там, либо же сапогами, либо же ботиночками. В этом случае все очень гармонично смотрится. По-моему, так неплохо ходить на работу, не вызывающе. Очень даже такая прекрасная одежда из натуральных вещей. Это у меня инди-бренд, как я купила в Корее, если вы уже знаете, если видели в предыдущем моих видео. Это кардиганчик из помидора, чистая шерсть. Это у меня будет тепло. У нас уже немножко стало теплее, но я уже не буду одевать, не одежду одену. Вот это пальто арсенее я купила в Бетти Парклай. Это бренд, мне не понравится, бренд Гилбрэд. Оно из шерсти альпаки, и поэтому я считаю, что если я одену такую одежду, я не замерзну уже, и мне будет легко и комфортно. Потому что пальто очень легкое, и, естественно, это все, что на мне, тоже очень легкое. Так что, хорошего вам дня, дорогие мои друзья. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я буду ждать ваших комментариев, понравилась ли вам моя одежда, как вы одеваетесь, посоветуйте, возможно, мне что-то нужно улучшить во своем облике. Так что, вот, давайте держать обратную связь. Я хочу с вами общаться. Пока, мои дорогие, с вами Татьяна. До свидания. Вот я опять к вам бегу.